Музыка Шалом, дорогие слушатели Мессианского Центра Огонь! Я приветствую вас! И сегодняшняя глава у нас называется Бо. Очень просто, это переводится с иврита как Иди. И в этой недельной главе мы заканчиваем читать о 10 казнях, которые Господь Бог послал на Египет для того, чтобы дети Израиля вышли с Египта и чтобы показать свои чудеса и знамения для всего мира. Сначала для Египта и Израиля в те годы, а сейчас для всех народов через эту книгу, через Танах, через Библию. Итак, я вам почитаю исход 11 глава. Начну читать с 4 стиха по 9 стих. Это, напомню, что это 10 казнь, 10 так называемая чума, которую Бог послал. Она очень серьезная. Каждый из первенцев египетских, он умер. И это последняя казнь. И после этого, наконец, израильтяне могли покинуть Египет. Итак, начнем. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, да первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. Еще раз подчеркну. И вышел Моисей от фараона с гневом. Фараон, который был владелец всей этой земли, но гнев был Моисея на фараона. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. И, как вы видите, у Моисея уже, как можно сказать, у него уже просто крыша ехала, он уже очень гневился на фараона, потому что предыдущая, допустим, казнь была тьма, которую, и эта тьма была осязаемая. И даже после этого фараон не покаялся и не поверил Моисею, и все равно он хотел все-таки своего. Но о чем я хочу продолжить? Я хочу продолжить из Нового Завета, из Обновленного Завета, из Бритхадаши. Хочу вам дать сравнение. Вот этот вот гнев Моисея и грядущий гнев Бога, который может последовать на власти этого мира, на фараонов, уже не на одного фараона, а на всех царей, на всех правителей, за то, что цари и правители не послушались того, что Мащиях, когда он был на земле, он учил определенным вещам и учил детей своих, апостолов, а потом всех детей по всему миру, из всех концов, по всему миру, из всех народов, племен и языков. Он учил своих детей, что такое Царство Небесное и так далее. И вот я вам прочитаю из книги Откровений, из пятой главы. Тут книга Откровений, вы уже знаете, наверное, это аллегорическая больше книга, и должно включиться определенное воображение, потому что когда Господь описывает Агнца, Льва и так далее, надо иметь понимание, что это не на практическом языке, то есть должны рисоваться определенные картины у вас в голове. Итак, пятая глава Откровений, с первого стиха. Иоанн говорит то, что он видел. В четвертой главе я не буду вам читать, чтобы спасти время, но четвертая глава, она предшествует, и она очень красивая тоже, просто описывается божественные вещи. И в пятой главе Иоанн, или Йоханан, он продолжает. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, сидящий на престоле – это Отец Бог, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, лев от колена Иудина», еще раз повторю, «лев из колена Иуды», «лев из колена Иуды», корень Давидов победил, и может раскрыть эту книгу, и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть, семь духов божьих, посланных во всю землю». Это то, что описывал Исаия в 11 главе, эти семь духов божьих. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. То есть, сын, Мащеах, взял из руки отца эту книгу, вернее, это перевели как книга, но это сверток, это свиток, это как Тора. И внешне она, я думаю, напоминала Тору, но я опущу пока эти вещи, я не буду об этом упоминать, но это был свиток, это не была книга. И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, то есть, перед Огненком, имея каждый гусли или арфы, в английском переводе звучит, арфы и золотые чаши, полная фимиама, то есть, дыма, воскурений, которая суть молитвы святых, то есть, меня и тебя, дорогой мой. И поют новую песню, говоря, ты достоин взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил их, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал их царями и священниками, Богу нашему, и они будут царствовать на земле. Я хочу вам сказать, что в этот перевод в синодальный вкровалась небольшая помарка, можно так сказать. Нельзя сказать, что это большая ошибка, но в оригинале, в греческом, коне греческом, говорится, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И вот на основании вот этой пятой главы откровений, мы видим, что мы цари и священники, и у Петра также говорится, что мы царственное священство. И просто то, с чего я начал, недельные главы Торы, этот гнев Моисея на фараона, я просто призываю вас задуматься о том, что Мащеах, когда придет, как лев из колена Иуды, он уже не придет, как агнец, он уже придет, как лев. И лев, я вам скажу, животное, оно суровое, суровое, и гнев льва, я не хотел, чтобы кто-то сталкивался, и придя второй раз, он спросит нас, как мы вложили вот это сокровище, которое он дал, как мы потратили вот эти денежные единицы, можно сказать, таланты или мины, как говорится в Библии. То, что Бог дал нам, как церкви, как кехеле, как к собранию святых. Церковь уже настолько заезженное слово. Давайте посмотрим это просто на собрание святых, собрание тех людей, которым Бог дал власть, наступать на змей и на скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто нам не повредит. И когда мы возложим руки на больных, они исцелятся. Я просто предлагаю вам задуматься, где делась эта сила. То, что, допустим, я в своей жизни вижу, я стараюсь, если я вижу эту силу и Дух Святой, я стараюсь идти за Ним. Я не могу просто, чтобы мои дни проходили в прозябании и в прослушивании таких нейтральненьких проповедей, просто отмечая, допустим, праздники Господни. Это замечательная вещь. Все семь праздников и восьмой праздник, самый главный, и шаббат, я их люблю. Но Бог дал реальную силу нам, как царям и священникам. Я вам скажу, царь Давид, идеальный царь, он нарушал шаббат, и он кормил хлебами предложений своих воинов. То есть, он нарушал определенные вещи. Но он был муж по сердцу Бога, Израилева. И я вам скажу, идеальное исполнение заповедей, оно не приводит вас в отношение с Богом, на котором вы уже можете чувствовать его сердце. ваше хождение с Богом, прежде всего, решает. И вот эту власть, которую Отец уже дал нам через Мащеха, Он объяснил через него, как и бесов изгонять, как исцелять больных людей. И если вы видите больного человека и просто говорите, о, Господь, помоги ему, это не то. Вам принадлежит власть. И просто то, о чем я говорил в Торе, было написано, вышел Моисей от фараона с гневом. Чтобы сейчас не пришел приход Мащеха второй очень-очень близок. И чтобы вот этот гнев Мащеха, когда он придет и не увидит плодов в нашей жизни, чтобы он просто не испепелил то место, в котором мы живем. Поэтому я призываю вас. Любовь Божия, она всегда с нами, она всегда должна быть в нас. Но те времена, когда Мащех придет, они очень близки. Это видно и из Писания, и из нашей реальной жизни. Поэтому я не хотел вас не запугать ничем. Я просто предлагаю вам приблизиться к Господу, к Всевышнему настолько близко, чтобы ваше каждое помышление душевное, оно было такое же, как было у Мащеха, такое, как было у его учеников. и я просто молюсь, чтобы когда он придет, его невеста, вот это собрание святых, было без пятна и без порока. И давайте это начнем с каждого из нас. Я начну с себя, а вы начнете с себя. И то место, в котором вы находитесь, в нем не должно быть ни болезней, ни проклятий, потому что нам дана власть. Амин.